Друзья, мы сейчас с Андреем снимаем праздничный стол. Я бы хотела вам показать, как вообще это все выглядит за кадром. Мы кухню уже убирали, наверное, раза 3-4. Это еще мало, что здесь стоит. Было все завалено. В общем, вот так это все выглядит у нас. Кое-что ждет своего часа, когда отправится в духовку. Здесь у нас лампа, освещение. В общем, все выглядит вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, помните эти кольца, которые я в том году делала? Смотрите, как они классно смотрятся на этой салфетке. Очень красиво. Все, друзья, стол я приготовила на сегодняшнее наше меню на праздничный стол. Вот так это все выглядит. Конечно, потом встанут еще блюда наши на стол. Скорее всего, здесь посередине я немного все переделаю. Но вот пока вот так. Андрей там занимается. Смотрите, что у нас творится здесь на кухне. Сейчас все это буду убирать. Мне еще нужно дожарить картошку. То есть нам нужно еще заснять видео картофеля. Потом нужно будет мясо также ставить в духовку. Андрей тут занимается засолкой мяса. Не знаю, что он хочет делать вообще. Наверное, скорее всего, чтобы это было такое, как... Вяленое. А? Вяленое мясо. Ну, понятно. Вот. Для этого... Я ему купила 5 килограмм соли. Ты что, ее все использовать будешь? Нет. Вот. Все. Сейчас будем до конца убираться здесь. Там на улице стоят наши все закуски, салаты. Потому что на улице холодно, а в холодильнике места нет. Как раз сама то все выставили туда. Друзья, хочу вам сказать, что на самом деле, когда смотришь видео, какой-то там новогодний стол, и кажется, это все так быстро и просто, мы сегодня уже с 10 утра. У нас уже сколько времени? С 9 утра, кстати, Андрей говорит. Снимаем. У нас уже полтретьего. Мы еще далеко не готовы. Поэтому, когда вы смотрите это видео, кажется, все так легко и просто. На самом деле, это очень, правда, время затратно. И не все так просто, как кажется на картинке. Еще хотела вообще... По планам было заснять рулет из печени, но уже нету сил и желания. Нету что-то делать. Так что не будет рулета никакого из печени. Ну, я думаю, мы и так достаточно приготовили. Я думаю, хватит. И тех блюд, которые мы приготовили. Музыка. 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 Друзья, у нас сейчас уже почти 6 часов. Мы только что с Андреем закончили снимать видео. Это для тех, кто говорит, что блогеры не работают. Смотрите, мы с 9 часов начали снимать и только закончили. Так что, друзья, блогеры тоже работают и блогерство это тоже работа. И причем иногда очень время затратная работа. Друзья, я надеюсь, вам понравилось сегодня, что мы взяли вас с собой и показали вам немного за кадром, как мы снимаем. Сколько работы, сколько уборки. Я не знаю, сколько сегодня мы мыли, перемыли посуды, повытирали тут столешниц сколько раз. В общем, хорошо, что мне помогает все, Андрей. Одной, конечно, это очень сложно. Вот, на сегодня все. Мы сейчас туда убираем немного и будем уже ждать гостей. Они уже скоро придут и мы будем отдыхать. Увидимся уже с вами завтра. Друзья, всем приветик. Я тут ставлю сейчас, хочу замесить тесто на багет, на хлеб. А то у нас закончился хлеб. Нужно испечь. Вот, у нас сегодня такой морозец был с утра, минус 5. И сейчас прям так солнечно, солнце светит. И все пятна, конечно, и на кухне видно, все пятна и в зале, окна я посмотрела. Думаю, божечки, надо мыть. Но зато светит солнышко и настроение хорошее. А то, когда пасмурно, сами знаете, какое настроение потом. Вот, сейчас я сделаю тесто. Пока будут подходить багеты. Мне еще нужно приготовить обед. Обед у нас сегодня будет быстренький. Хотела детям просто макароны по-флотски сделать. Вот, еще у меня есть капуста тушеная оставшаяся. И слоеное тесто. Я, наверное, такие быстрые пирожки сделаю. Вот, вот, такие дела у нас. Будем с вами сегодня тут готовить. И, может быть, скорее всего, после обеда я съезжу по магазинам, потому что нужно, мне нужно докупить подарки. Мне я все, мне все некогда было, некогда. Но теперь уже время поджимает. Нужно срочно ехать в магазин. Так, здесь я уже нагрела 400 миллилитров молока. Багет этот я вам уже показывала, уже несколько раз пекла, поэтому ничего говорить, объяснять сколько, чего не буду. Рецепт пропишу, кому интересно, в описании под видео. Я еще хотела съездить в Росман. Там сегодня на игрушке акции. Там были игры, активити, такая игра для детей. У нас есть одна активити игра, но только для взрослых. Вот я хотела детям взять в подарок. Сейчас, если там, конечно, что-то еще будет, то есть за такими вещами нужно сразу утром при открытии ехать, а уже после обеда, ну, то есть уже до обеда, наверное, скорее всего, ничего не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты маме помогать будешь? Да. Что ты мне там будешь помогать? Катать? Сейчас, подожди. Хочу делать. Хочу делать. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Капуста. Я сделаю пирожки с капустой. Что-то какое-то слоёное тесто, всё крошится вон. Что это за фигня? Старое, наверное, уже. А что-то оно всё вон, видишь, сломается. Сейчас я его... Сейчас я его... Это фигня? Нет, это тарик, это не фигня. Субтитры создавал DimaTorzok Тесто какое-то, не пойму, или оно старое. Что-то так плохо с ним работать. Вроде недавно купила. Бывает, когда оно долго лежит, оно такое становится, как суховатое. Потом с ним вообще трудно работать. Ну, в общем, плохое. И вот это как будто, я не знаю, даже что-то не посмотрела на срок годности, когда покупала его. Надеюсь, что оно поднимется. Я тут параллельно уже жарю. Лук обжарилась с чесноком, морковь. Сейчас добавлю фарш. Буду уже макароны добавлять. Субтитры подогнал «Симон» Ребят, пирожки мои готовы. Они выглядят, конечно, не так прям аппетитно. Но я сейчас один попробовала. Очень вкусные, прям хрустящие-хрустящие. Вот. Также готов наш обед простой. И сейчас я буду отправлять наши багеты. Они уже поднялись. Все. Буду выпекать. И мы потом пойдем с Лизой, сходим в Росман. Смотрите, какое у нас солнышко светит. Еще морозец прям на траве такой и не лежит. Сейчас пойдем прогуляемся. Надо еще свинок посмотреть, как у них там дела. Они замерзли, они за ночь. Мы с Лизой оделись. Сейчас выключу, вытащу багеты. И пойдем накормим свинок и съездим в Росман. Осторожно, Лиза. Уйди. Вот такие багетики. Убегай, Лиза, хайст. Убегай. Ну, идет головой, бьется. Ты что? Ну, ты даешь. Готовы? Вот такие вкусные получились. Пусть полежат. Я сейчас их накрою. Друзья, всем доброе утро. У нас уже следующий день. Смотрите, какой у нас мороз. Сегодня утром было минус семь. Сниман. Сниман? Нет, снега нет. Просто мороз, Лиза. Я тут уже готовлюсь. Делала салат под шубой. У нас еще убираться надо. Да, у тебя опять колесо отпало. Смотри, твоя коляска. Она тут крутила, крутила. Опять колесо отвалилось. Мы только... Лиза только встала. И я тут у нас... С выходных остались ребрышки. Я сейчас их, короче, замариную. И в духовку отправлю. Потом еще мне нужно куриную грудку. Я ее здесь замочила. Сейчас помою и буду куриную грудку в кляре тоже делать. Вот такие у нас пироги с утра. А потом позже мне нужно к врачу ухо-горло-носу. Поэтому сейчас нужно все приготовить. Я не знаю, когда приеду от врача, чтобы когда дети пришли, было все готово. Я тут уже второй день готовкой занимаюсь. Сегодня вот приготовлю. Завтра уже ничего не буду готовить. Сейчас хочу еще рис отварить в хермомиксе и сделать салат быстро. Тогда у нас еще и на завтра все останется. Так, я сделала здесь мясо. Это у меня мясо в кляре. Просто разбила три яйца. Мука, соль и немного молока. Все, сейчас это все пожарится у меня. Дети едят очень хорошо такое мясо. И в духовке еще ребрышки у меня стоят. Молодец, Лиза. Песенку она вам спела. Все, приготовили дома. Вышли с ней. Сейчас пойдем уберемся у свинок. Там, наверное, скорее всего, все замерзло. Ну, иди-ка, рот возьми. Лиза тут свинка морковку берет. Взяла? Ну, нам сначала надо убраться, Лиза. Пойдем. Я закуталась, потому что холодно. Ужасно. Вот я только жду снега. Надеюсь, что снег у нас тоже скоро выпадет. Ну, скорее всего, это будет только после Рождества, как обычно. Подожди, Лиза, нам убраться сначала надо там. Потому что там все грязно. Надо все поубирать. Вода замерзла. Все замерзло. Мы сначала уберемся, да? Вот так. Видишь, надо водичку тоже поменять. Смотри. Замерзла водичка, да? Лиза, тоже надо срочно заказать где-то этот комбинезон. Потому что так очень холодно. Перчатки съездить тоже купить. Это я одела. Они еще большие. Пить даешь. Там все замерзло, Лиза. Когда-то водичка, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Свинок убрались, теперь я хочу в гараже еще подмести Что? Лиза тут меня просит сходить погулять Чуть-чуть, наверное Сейчас сходим с ней Нет, Мюдсе надо это оставить У нее этот шлем не налазит на шапку Потому что у нее тут помпон Она мне вот тут Она мне тут вот начинает Она говорит, так нельзя ехать Надо шлем одевать Ну а шапки нету без помпона Все тоненькие У тебя голова замерзнет У нее нету такой шапки, которая без помпона Есть, но они тоненькие Очень холодно сейчас Сейчас поедем с ней прокатимся и вперед Мне нужно ехать уже к врачу Здесь у нас Посреди улицы стоит елка Все соседи ставили Мы с Лизой тоже ходили Игрушки вешали Она светится потом вечером Иди, иди Что, не хочешь? Ну пошли Тут невозможно качаться Смотри, какая качеля Все замерзше Как ты тут собралась качаться? Смотри, даже песок замерз Все замерзше А мадам собралась качаться Лиза, нельзя качаться сейчас Холодно очень Нет, смотри, все бело Как собралась качаться-то? Буксует, буксует Я вам еще, наверное, не говорила Мы уже в этом году выбрали себе елку У нас тут неподалеку от дома Одна семья У них такой маленький участок И они выращивали там елки Он сказал 20 лет они растили эти елки В общем, он их все продал в этом году Каждая елка Не важно, какой высоты была Какой ширины За 20 евро Вот Мы Ну правда, мы поехали Уже было Поздно Уже в основном Все хорошие елки Разобрали были Там оставалось совсем чуть-чуть Но мы все равно выбрали Правда, она в этом году Не такая большая будет у нас Как в том году Ну не страшно Просто не хотелось уже далеко Потом ехать Искать еще елку И мы вот взяли эту Но поедем ее забирать Он нам срежет Наверное, может быть В пятницу Если у нас все получится Мы съездим в пятницу за ней И заберем И тогда уже украсим На выходные не хочу Потому что охота отдохнуть А елка тоже немало времени занимает Пока ее нарядишь Поэтому, скорее всего Думаю, что в пятницу Мы ее заберем И будем уже наряжать Ребят, мы в этом году Даже кусты не обрезали До морозов Обычно мы всегда так По-моему, октябрь-ноябрь Их обрезаем В этом году Не знаю, почему Как-то так Чересчур тепло было И они долго были зелеными Ну, то есть Было тепло И мы как-то Не знаю еще До этого руки не дошли Наверное, будем все это По весне обрезать И даже вот листья Мы обычно все листья убираем До Рождества Мне кажется А тут мы вообще Даже в этом году Почти не убирали Пару раз только Друзья, я уже вернулась От врача Съездила к врачу В общем, она посмотрела Проверили мне слух Слух уже Хорошо Она сказала Вот только у меня На перепонке Как бы отшелушивается Так как у меня там были пузыри Валдыри И вот это теперь кожа Отслаивается И за нее Я еще как бы Бывает слышу Свой голос в ухе Там, знаете, такое ощущение Ну, не знаю, как объяснить Но, в общем, вы меня поняли Иногда бывает, когда зеваешь Тоже, что слышишь Это все в ухе Вот поэтому Она, в общем, залезла Пыталась отодрать Эту шкурку Одну она убрала Ну, так было больно У меня аж слезы Пока полились И потом еще хотела Но я уже не могла терпеть Потому что это все на живую Она говорит Ладно, оставим так Скорее всего Она отпадет сама Потом Со временем В общем Ну, вот Пока вот так Слава Богу Что слух сейчас уже Восстанавливается Практически уже хорошо Я слышу Ну, вот только из-за этой вот Шкурки Она мне, конечно, мешает Еще так Как она на перепонке сидит Ну, как она На перепонке И тем самым Из-за этого Еще не на сто процентов Слух вернулся Вот Сейчас приедет Эдик И мы с ним поедем Забирать елку Андрей работает Я возьму детей И мы поедем Вместе с Эдиком Эдик поможет Он как раз берет прицеп Сразу Он забирает свою И мы заберем нашу Так, друзья Мы сейчас хотим Андрей хочет занести елку Майк уже расстроился Когда мы забирали елку Он расстроился Что елка такая маленькая Вот сейчас посмотрим Маленькая она на самом деле Или большая Да, Майк? Да, Майкки опытные В этом году мы с Андреем Сами елку выбирали Детей с нами не было Поэтому Он расстроился Обычно мы все вместе ездим Мне даже не верится Что уже год прошел Мне кажется Мы недавно Вот снимали видео Так же заносили елку И уже целый год прошел Ой, сколько грязи от нее Лиза, смотри Ой, помощники Ой, Лиза, что это? Лиза, что это? Ой, она маленькая Нормальная Что ты? Зато она пышная Она криво шпится Тебе ее, может, повернуть надо? Нормально Потом повернем И все Ой Лиза Сидит там О, какая она пушистая Убирают листья Она вся в листьях Видишь, какая снизу Зато пушистая Прям такая А там все оставались Такие голые Посередине было голое Или сверху голое Это хоть вон Пушистенькое Майгетс На следующий год Он будет выбирать Хорошо Лизе вообще неинтересно Она думает Идите вы со своей елкой Все Стоит наша елка И Юля уже повесила Первые игрушки Это она сама сделала Такие снежинки Из бисера Завтра будем украшать Уже Сегодня уже не будем Ничего делать Потому что Нужно идти Лизу спать Укладывать И на сегодня хватит Все, друзья Мы тут уже у Лизы в комнате Сейчас почитаем книжку И баеньки Вот Спасибо всем огромное Что досмотрели это видео до конца До новых встреч Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok